Итак, напомню, что в прошлый раз мы обсуждали списки, и мы выяснили всякие разные штуки про списки. Например, то, что список, на самом деле, когда вы его создаете, помещаете в переменную, в переменную помещается только ссылка на этот список. Поэтому, например, в такой ситуации MyList и OtherList хранят просто две одинаковые ссылки на один и тот же список. На самом деле, в Python есть такая штука, как ID, Identity. У вас у любого объекта есть его Identity, и это просто число, это, грубо говоря, место в памяти, где находится этот объект. Ну и, собственно говоря, можно убедиться в том, что Identity переменной, на которой ссылается MyList, такая же, как Identity переменной, на которой ссылается OtherList. Видно, что это одно и то же число. А если я сделаю копию, например, вот так, то у этой штуки будет другой Identity, это другой объект. Вот. Вот. Ну, скорее всего, вам вот эта функция ID ни зачем никогда не понадобится, если вы только не будете заниматься каким-нибудь более хитрым программированием на Python. Вот. Ну, просто забавная штука про внутренности этого самого Python. И там, вообще, много всякого интересненького бывает. Вот. Ну, ладно. Давайте, значит, мы поговорили немножко про списки как таковые. Давайте поговорим про всякие другие полезные штуки, которые со списками связаны. Ну, в частности, если у вас есть какой-нибудь список их значений, скажем, вот есть у меня такой список MyList. Дальше я могу с ним делать всякие разные вещи, а именно я могу что-то делать со всеми его значениями. То есть, например, вы можете, скажем, распечатать каждое из этих значений. Ну, вот оно автоматически, конечно, печатает их вот в таком вот виде. Но давайте представим себе, что я хочу сделать что-то более выразительное. Я хочу, например, сказать для каждого из этих элементов напечатать строчку типа вот это элемент такой-то, это элемент такой-то, это элемент такой-то, это элемент такой-то. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы так обрабатывать элементы списков, нам нужна новая конструкция в языке, которая называется циклом. И, в частности, сейчас мы будем говорить про цикл for. И давайте я покажу, как эта штука работает. Давайте мы это дело запустим, посмотрим, что происходит. Во-первых, вот эта строчка for element in my list, что она говорит, что она обозначает. Вот есть у меня списочек my list, а дальше с помощью вот этой строчки я говорю, что нужно следующие команды выполнить отдельно для каждого элемента этого списка. То, что я здесь назвал этот элемент element, это просто для понятности. Я мог бы с таким же успехом написать здесь что угодно другое, for number in my list. Мне нужно только заменить вот здесь и вот здесь. Эта штука должна называться одинаковым образом. Работать будет точно так же. Значит, вот это просто название некоторой переменной. И что будет делать дальше питок? Ну, во-первых, вы видите, что здесь две строчки, которые идут после цикла for, они идут с отступом. Если вы когда-нибудь изучали какое-нибудь программирование, какие-нибудь другие языки программирования, вы знаете, что это довольно распространенная ситуация, когда у вас есть какая-то такая управляющая конструкция, какая-то конструкция, которая говорит, что следующие строчки нужно выполнить каким-то специальным образом. Ну, вот, например, как цикл for. Он вот эти строчки выполняет для каждого элемента моего списка. Вот для того, чтобы показать, где эта управляющая конструкция начнется и закончится, в разных языках используют разные выразительные средства. Например, в Java или в C используются фигурные скобки. В Pascal используются begin и end. В каких-то других языках программирования есть отдельная команда dp4 и end4. В общем, по-разному это бывает. Но для того, чтобы визуально показать, где блок начинается и где заканчивается, уже давно было придумано такое соглашение, что те строчки, которые принадлежат к блоку, они будут выделяться отступами. Но поскольку есть в дуркеских программированиях другие выразительные средства, чтобы показать, где блок начинается и где заканчивается, то это правило про отступы было просто руководством по стилю. Считается хорошим стилем выделять блоки отступами. Но, как любое другое руководство по стилю, его можно было игнорировать. И создатели языка Python решили, что так дело не пойдет. И они просто убрали любые другие способы, как можно было бы показать, что блок закончился, кроме как использования отступов. Поэтому в Python просто те строчки, которые идут с отступом, они принадлежат к блоку, который относится к этому циклу for. Вот эта строчка не относится к этому блоку. А еще можно заметить, что эта команда for обязательно должна заканчиваться двоеточием. Это тоже стандартная ситуация в Python. Если у вас есть какая-то управляющая конструкция, которая влияет на следующие команды, то эта управляющая конструкция всегда заканчивается двоеточием. И, собственно говоря, Юпитер, как вы можете заметить, когда вы набираете вот такую команду, ставите двоеточие, нажимаете Enter, Юпитер автоматически вам добавляет отступ. Соответственно, что происходит дальше? Вот у меня есть две команды, которые находятся внутри блока, которые относятся к этому циклу for. И дальше происходит следующее. Значит, Python дальше как бы разворачивает этот цикл for таким образом. Ну, хорошо, давайте я на вот этот цикл for буду смотреть. Значит, он делает следующую вещь. Во-первых, он берет первые элементы списка MyList, и помещает его в переменную number. То есть он делает как бы вот такую штуку, numberMyList 0. После этого он выполняет вот эти две команды, так как они записаны. В этот момент в переменной number лежит первый элемент списка MyList. Дальше, когда он доходит до конца блока, он возвращается вот сюда в начало, и как бы заново помещает, но теперь уже не первый элемент списка, а второй элемент списка, снова в переменную number. То есть он как бы выполняет вот такую команду. И потом снова выполняет вот эти две строчки. И так до тех пор, пока элементы в списке не закончатся. Ну, вот у меня тут четыре элемента сейчас в списке. Значит, я делаю вот такую вещь. После того, как элементы в списке заканчиваются, выполнение вот этих двух строчек прекращается. И вместо этого дальше программа идет своим чередом. То есть в данном случае она выполняет вот эту строчку, вот этот print. То есть после того, как мы развернули этот for, программа работает вот таким вот образом. Ну, и видно, что результат точно такой же. То есть если вам нужно понять, как работает цикл for, вам нужно мысленно провести вот точно такую же операцию, как мы сейчас здесь сделали, такое разворачивание. Естественно, это не означает, что вот этот код полностью эквивалентен вот этому коду. Потому что если бы в списке MyList было бы не четыре элемента, а больше, сюда нужно было бы вписать большее количество строчек. Здесь было бы MyList 4, MyList 5 и так далее. Но для списка фиксированной длины вот этот код и вот этот код сделают одно и то же. Для списка фиксированной длины 4. Вот. Вот так работает цикл for в Python. Есть ли на эту тему какие-то вопросы сейчас? Давайте сделаем что-нибудь. Давайте сделаем что-нибудь хорошее. А именно давайте, например, посчитаем. У меня есть какой-то список чисел. Допустим, тот же самый список чисел MyList. И задача состоит в следующем. С помощью цикла for посчитать сумму чисел в списке. Значит, я хочу найти сумму всех чисел в этом списке. Понятно, что сейчас у меня MyList имеет длину 4, и я могу просто записать. MyList от нуля плюс MyList от единицы плюс MyList от двойки плюс MyList от тройки. Но я хочу написать некоторый код, который будет работать для списка в произвольной длине. И для этого я хочу использовать цикл for. Значит, задачка, конечно... Если вы когда-нибудь что-нибудь такое делали в висках программирования, будет просто, но давайте сейчас это быстренько сделаем. В принципе, у нас есть все знания, которые для этого нужны. В общем, сделайте быстренько и пришлите мне в личку, что у вас получается. Можно просто... Фрагмент кода можно в личку вот здесь в зиме. А если что-то не получается, напишите мне вопрос. Господи, спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Какие бы строчки написать? Ну, хорошо. Давайте я какие-нибудь имена тут напишу. И давайте мы сейчас с этими строчками что-нибудь сделаем. Например, в Python есть такая штука, которая называется у строчек. И есть такой метод, который называется, скажем, upper. Он превращает все буквы, которые входят в эту строчку, он приводит их к uppercase. Делает их прописными. Давайте сделаем так, чтобы, например, все вот эти имена были выданы вот в таком вот виде в uppercase. Как это можно сделать? Как-нибудь вот так. Print name upper. Ну, и все, и хватит. Вот видно, что это работает. Но давайте теперь решим такую другую задачку. Давайте скажем, что я хочу не просто эти имена вывести в таком виде, а я хочу их записать. Я хочу создать новый список. И я хочу, чтобы в этом новом списке эти имена были бы просто вписаны в этот новый список. Не распечатать, а вписать их как бы в некоторый новый список. И что в этом случае можно сделать? Ну, вот стандартный подход тут состоит в следующем. Мы создаем новую переменную, которая будет списком. И изначально она будет пустым списком до тех пор, пока в нее ничего не вписали. Значит, пустой список можно создать, например, вот так вот с помощью пустых квадратных скобок. И теперь вместо того, чтобы распечатывать name.upper, я помещу этот самый name.upper, помещу в список upper strings с помощью аппенда. Значит, напомню, что аппенд добавляет в конец списка очередной элемент. И сейчас я просто добавляю элемент, который был получен из моего name. После применения метода upper, добавляю его внутрь этого списка. Ну, давайте посмотрим, что получается. Ну, вроде то, что нужно. И это, надо сказать, очень распространенный паттерн. Такое постоянно происходит. Вот что-то похожее, когда вы заводите изначально пустой список, а потом с этим пустым списком, потом этот пустой список, значит, постепенно заполняете элементами по ходу работы программы. Ну, например, представьте себе, что вам нужно, я не знаю, соскрепить какие-нибудь данные. Вот у вас есть сайт, допустим, на этом сайте есть страничка с кучей ссылок, и вы должны по каждой из этих ссылок пройтись, загрузить эту страницу, вытащить эту какую-то информацию и поместить в некоторое хранилище. Вот, скорее всего, оно будет устроено, ваш код будет устроен примерно таким же образом, только чуть-чуть сложнее, потому что здесь мы делали что-то очень простое с нашими строчками. В реальном коде здесь будет, ну, вот, приапендиваться будет какая-то информация, которую вы вытащили из соответствующей веб-страницы. Вот, понятно ли, как этот фрагмент работает? Окей. Ну, давайте тогда сделаем еще что-нибудь. Например, я хочу написать функцию, которую считает факториал. Как бы это мне сделать? Ну, для того, чтобы посчитать факториал, мне нужно не просто перебирать элементы какого-то списка, а мне нужно перебирать просто числа. Ну, что такое факториал? Произведение чисел 1 умножить на 2, умножить на 3 и так далее, умножить на n. Значит, если я хочу посчитать факториал, то мне нужно откуда-то получить эти числа. 1, 2, 3, 4 и так далее. И для этого в питоне есть специальная функция, которая называется range, и которая нужна ровно для этого. Она как бы генерирует что-то похожее на список, состоящий из целых чисел. Ну, вот если вы задаете один аргумент у range, то это целое число от нуля до вот этого числа, не включая это число. Давайте посмотрим, как это работает. Вот видно, что у меня здесь числа 0, 1, 2, 3. Это то, что содержит в этом range 4. То есть, на самом деле, если вы хотите сделать из этого range частный список, то это всегда можно сделать с помощью функциониста. Вот видно, что получается списочек 0, 1, 2, 3. Значит, правый конец в питоне в этом контексте никогда не включается. И начало с нуля. В частности, вы точно знаете, что вот в этом range находятся ровно 4 элемента. Можно вызвать range с двумя аргументами. Тогда первый аргумент – это начало. Первый элемент – это начало диапазона, а последний элемент – это конец диапазона. Но, опять же, последний элемент никогда не включается. Наконец, у range есть третий необязательный аргумент. Это шаг, с которым происходит перебор. Вот так, например, можно сгенерировать четные числа. Соответственно, если я хочу написать факториал, то это будет выглядеть как-то так. Значит, мне нужно… Можно вопрос? Давайте. А если там не 10, а 9 поставить, оно будет работать? Будет. Значит, оно генерирует эти числа до тех пор, пока не перескочит через вот эту границу. То есть, если очередной элемент оказался равен вот этой границе или больше, он перестает работать. Но до тех пор оно их генерирует. Спасибо. Давайте сделаем какую-нибудь такую штуку. Значит, я хочу написать факториал. Ну и давайте я начинаю с единицы. И дальше я умножаю p на number. Печатаю, чем уравняется p. Как вы думаете, что получится? 0. Ну да, конечно, 0. Потому что range начинается с нуля. И это не то, что мы хотим. На самом деле мы хотим вот так. Потому что мы хотим все-таки посчитать, допустим, 10 факториал. И тогда мы хотим, чтобы у нас вот в этом range были бы числа от 1 до 10 включительно. Ну вот, пожалуйста, это 10 факториал. Ну, конечно, правильный способ посчитать факториал вот такой. Естественно, такая функция уже написана. Функция range может использоваться в тех ситуациях, когда вам нужны вот такие последовательные элементы. Довольно часто люди, которые когда-либо программировали на каких-то других языках программирования, очень любят использовать функцию range, так как ее использовать не нужно. А именно, например, вот так. Значит, конечно, этот код тоже сработает. Но, как говорится, он unPittonic. Он не характерен для языка Python, а на Python так не пишут. Что здесь происходит? У меня i, индекс, пробегает числа, которые могут являться индексами списка Майлист. А именно, это целые числа от 0 до длины минус 1. И дальше для каждого из этих индексов с помощью этого принта печатается элемент с заданным индексом. Конечно, это работает. Видно, что действительно элементы печатаются. Но так никто не делает, потому что гораздо проще написать вот так. Это проще и понятнее. Значит, если вы переменным даете понятные названия, то вот этот код, он проще восприятия, он понятнее, и он, скорее всего, даже будет быстрее работать. Поэтому вот так вот лучше не делать. Хотя все делают. Ну, то есть поначалу часто. Тем не менее, иногда бывает полезно знать не только, каков текущий элемент, но и знать его индекс. И в этом случае очень хочется использовать вот такую конструкцию, но тоже не надо, потому что в Python есть для этого специальный инструментарий. Но прежде чем я про этот инструментарий расскажу, мне нужно рассказать немножко про две другие штуки. Первая штука называется списковое присваивание, по-моему, так называется. И это вот что такое. Давайте представим себе, что у меня есть список, допустим, который устроен так. Допустим, у меня есть информация про какого-то человека, и вот у меня есть список, у которого два элемента. В первом элементе хранится имя, во втором – фамилия. И, допустим, я хочу теперь присвоить одно переменное имя, а другое – переменное фамилию. И, конечно, теоретически я могу написать что-нибудь вроде в таком вот роде. Но это некрасиво. А красиво сделать вот так. И работать будет не хуже. Значит, почему это так работает? Как это вообще все значит? Значит, смотрите, если Python видит, что у вас слева от знака равенства написано не одна переменная, а несколько переменных, разделенных запятыми, то Python предполагает, что справа должно стоять что-то типа списка, какой-то объект, у которого есть несколько элементов, и тогда он будет присваивать первый элемент этого списка первой переменной, второй элемент второй переменной. Вот, собственно говоря, что здесь и произошло. Значит, если есть какие-нибудь вопросы? Ну, давайте, обычно в этом месте есть вопросы. Они прямо напрашиваются. Ну, что будет, если будет больше или меньше переменных? Да, значит, что будет, если количество переменных не совпадает с количеством элементов в списке? Ответ будет ошибка. Во всех таких ситуациях, допустим, у вас есть что-нибудь в таком роде, значит, вам скажут, что недостаточно элементов, чтобы... В Python это называется unpacking, unpack. Значит, вы как бы распаковываете вот этот списочек и раскладываете распакованное по отдельным переменам. Но в данном случае они ругаются, что маловато переменных, непонятно, как распаковывать. И в обратную сторону будет то же самое, если у вас будет... Значит, если вы наоборот хотите, допустим, в две переменные поместить три, то будет другая ошибка. Такой синтексис можно использовать в том случае, если вы абсолютно уверены в том, что у вас справа количество элементов ровно такое, какое должно быть. Вот. Значит, это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать, помимо списков, бывает еще один тип данных. Который называется кортежами. Значит, кортеж — это просто неизменяемый список. Значит, он может быть тоже гетерогенным. Используется круглые скобки вместо квадрата для того, чтобы создавать кортеж. Точно так же, как в списках, можно к элементам кортежа обращаться. Их можно точно так же итерировать. Но при этом вы не можете модифицировать удержимое кортежа. Вот. Поэтому, значит, почему это полезно? Почему полезно было создать тип данных, который устроен точно так же, как список, но при этом не имеет некоторых возможностей списка? Отдельная история. Но вот оказывается, что в языках программирования в некоторых случаях бывает полезно не дать программисту новые возможности, а наоборот лишить их каких-то возможностей. Ну вот, в частности, мы лишили программисту возможности менять содержимое элементов кортежа. И оказывается, что это бывает полезно для некоторых приложений. Ну, собственно говоря, когда мы будем обсуждать, например, словари, будет понятно, почему это может быть полезно. Значит, вот список изменяемый объект, а кортеж — это неизменяемый объект. Вы не можете его никак модифицировать. Вы не можете добавлять элементы в конец, вы не можете удалять элементы из кортежа. В общем, ничего не можете делать. Один раз создали кортеж, и все, дальше он с вами навсегда. Ну, конечно, саму переменную, а вы можете как угодно модифицировать. Вы можете сказать, что а равнялось такому кортежу, а теперь пусть а равняется другому кортежу. Тут в этом нет никакой проблемы. Но суть в том, что вот здесь будет создан новый кортеж, который к вот этому кортежу исходному не имеет никакого отношения. Вот. Теперь давайте посмотрим, к чему я про все это рассказываю. Давайте пусть у меня теперь есть тоже какой-нибудь списочек. Ну, давайте тоже будет списочек имен. И я хочу эти имена напечатать по очереди, но при этом я хочу этот список пронумеровать, чтобы он выглядел бы, ну, вот как обычный нумерованный список. Первый элемент, второй элемент, третий элемент и так далее. И для этого теоретически можно было бы использовать вот эту конструкцию, вот эту конструкцию range-line, но я не буду. Вместо этого я использую другую штуку, которая называется enumerate. получается вот такая штука. Смотрите, что делает enumerate. Вы не поверите, но как следует из названия, enumerate нумерует. Он нумерует элементы списка. Ну, вот если я его просто так вызову, то непонятно, что получается. Но давайте мы из него изготовим списочек. И можно этот списочек посмотреть. Смотрите, что происходит. У меня в этом списке элементами являются кортежи. Вообще элементами списка может быть все что угодно. Например, элементами списка могут быть другие списки. Мы с этим еще столкнемся чуть позже. На данном случае у меня элементами списка являются кортежи. И вот у меня три кортежа. И каждый кортеж устроен таким образом. У него первым элементом является индекс, а вторым элементом то, что находилось в names. Таким образом, когда мы записываем вот такую штуку, ну, как я рассказывал выше, что происходит, когда цикл for срабатывает? Он пытается присвоить очередной элемент вот отсюда, он пытается его присвоить к той переменной, которая написана здесь. Но поскольку здесь написана не одна переменная, а пара переменных, то происходит следующее. Он берет, например, первый элемент отсюда. Первый элемент здесь – это кортеж из двух элементов – 0 и alice. И дальше он присваивает 0 индексу, alice имени. Ну и, соответственно, дальше вы можете с этими самыми штуками работать. Понятно ли, как это работает? Есть ли вопросы? Так, а чтобы с первого был в списке этот индекс минус один? Ну, окей, вы можете сделать разными способами это, но, например, вы можете сделать, видите, у enumerate есть второй аргумент, необязательно, который называется start, и можно сделать просто вот так. Понятно, спасибо. Вот, а еще можно давайте сделать, не знаю что, давайте добавим сюда вот точек. Значит, теоретически как это можно было бы сделать? Ну, вот я мог бы сделать вот так, но тогда у меня пробелы вылезают. Дальше теоретически я мог бы тут побороться с параметрами принта и эти пробелы убрать, но, честно говоря, я не хочу. Теоретически я мог бы сделать какую-нибудь вот такую штуку, смотрите. Я мог бы сказать вот так. Давайте пробел после точки поставлю. Вот, так вроде красивенько. Значит, мне пришлось превратить индекс в строку, потому что иначе индекс у меня это число, а число невозможно приконкатинировать к строке. А так у нас получилось, что у меня строка, которая получилась из индекса, я ее конкатинирую с вот этой строкой, точка пробел, потом конкатинирую со строкой, которая возникла из ней. Но это все равно выглядит немножко мудренно, поэтому давайте я покажу вам некоторый другой способ форматирования строк. Вообще в Python изначально создавался с идеей о том, что у нас тут будет все достаточно однозначно, и для каждого действия будет более-менее один наиболее простой и правильный способ это действие совершить. Но в ходе развития сейчас в Python есть как минимум четыре способа форматировать строки. Но давайте я расскажу про самый приятный, это штука, которая называется f-strings. И выглядят они вот так. Обратите внимание, что я здесь делал. Вот у меня здесь строка, которая заключена в кавычке. И вот здесь вот слева от первой кавычки я поставил букву f. Эта буква f как раз объясняет, что вот эту строку нужно интерпретировать неким специальным образом, а именно все, что написано внутри фигурных скобок, будет как бы подставлено внутрь этой строки. Ну, то есть в данном случае будет подставлено значение переменной name и значение переменной index. Ну, вообще с помощью f-строк можно много чего делать, например. И можно сделать какую-нибудь такую штуку. Скажем, вот таким образом я изготовил строчку, которая начинается с expression двуеточа пробел, а потом вот сюда вместо вот этих фигурных скобок поставлен результат выполнения вот этого выражения. То есть в данном случае результат вот этого сложения. Видите, оно действительно так работает. Тут, в общем, внутрь этих скобок можно много чего подставлять. Так, более-менее любые expression в питании. Ну, может быть, не совсем любые, но много чего можно. Вот. Ну, в данном случае мы ровно это и сделали, чтобы красивенько оформить этот список. Как? Понятно, как все работает? Давайте еще одну штуку покажу. Значит, смотрите. Вот, допустим, у меня есть такие два списка. Значит, допустим, у меня есть список список имен и список фамилий. Какие еще фамилии бывают? Ладно, пусть будет Трамп. Пусть будет Байден. Допустим, что я теперь хочу, но вот как бы у меня есть некоторое соответствие между именами и фамилиями, то есть я считаю, что вот у меня есть человек Элис Смит, у меня есть человек Боб Трамп, и у меня есть человек Клауди Байден. Значит, я хотел бы у этих людей напечатать имена и фамилии рядышком, так что по очереди шли. Как бы это сделать? Ну, конечно, если вы изучали какие-нибудь языки программирования, другие, не питонно что-нибудь, типа Си или Паскаля, вы, наверное, тут точно скажете, ну, точно нужно писать вот ту штуку, которую я говорил, что не нужно писать, и дальше у вас будет бегать индекс, и вы будете выбирать по одному индексу, выбирать элементы с одного массива, элементы с другого массива. Но я скажу, что нет, не нужно такого делать, нужно сделать вот так. Значит, обратите внимание, я здесь использую для того, чтобы обозначать массивы списки, я использую слова во множественном числе, вот обратите внимание на букву S, а для того, чтобы обозначать тот же самый элемент состоящих списков, я использую те же самые слова, только в единственном числе. Ну, это так довольно часто я так делаю, мне кажется, что все так делают, потому что это такой довольно естественный способ, когда у вас есть какая-то коллекция чего-то, есть элементы этой коллекции, довольно логично использовать такую конвенцию, но здесь нужно аккуратно следить за вот этим буквами S. Ну, и давайте теперь что-нибудь сделаем, например, просто напечатаем. Вот. Как вы думаете, что делает zip? Делает двумерный мешок. Да, он делает, как бы, ну, если я, опять же, если я просто попробую посмотреть на этот zip, как он есть, то я ничего толком не увижу, но если я возьму от него лист, превращу его в список, то видно, что zip, ну, в общем, как можно догадаться из названия, это такая, как бы, застежка-молния. Вот у вас было две, было два списка, а он их вот так вот соединяет. И в результате из пары списков получается список пар. Ну, вот действительно, у меня есть вот одна пара, вот другая пара, вот третья пара. Соответственно, когда я делаю этот цикл for, у меня элементы отсюда попадают сюда, элементы отсюда попадают сюда. И причем они, как бы, вот, первый соответствует первому, второй, второму, третьим, третьим. Это он делает кортеж в списке, правильно? Да, он делает список, который состоит из кортежей, из двух элементных кортежей. А список с списками внутри нельзя сделать? Можно, но это придется делать вручную. Ну, например, вы можете сделать что-нибудь такое. Сейчас будет что-то страшное. Ну, это то, что вы хотели. Значит, лист, функция лист, ну, я с помощью мэп действую функции лист на каждый из элементов вот этого зипа. Значит, лист позволяет превратить, как бы, вот, у меня был кортеж, значит, у меня был кортеж, а если я хочу из этого кортежа, как бы, изготовить список, то есть получить новый объект, который является списком, но, соответственно, из тех же элементов, из которых состоял этот кортеж, то я его просто скамливаю в функции лист, и функции лист мне его возвращает. Соответственно, в данном случае я с помощью мэпа применил этот лист вот сюда и получил, таким образом, некоторую вот такую вот штуку, а потом я все эти штуки тоже сделал лист. Ну, в общем, это некоторая магия, я сейчас, наверное, не очень хочу подробно углубляться вот в эту конструкцию. Ну, то есть, короткий ответ, да, можно, но нужно вышло по умолчанию, зип генерировать именно список кортежей. Вот. Ну, как правило, вы будете использовать зип именно вот в таком контексте, а в этом контексте вам не важно, что там список кортежей или список списков. Вы все равно поодиночке эти элементы использовать не будете. Вы их сразу же будете распаковывать и работать вот в таком стиле. Вот. Хорошо. Значит, еще давайте вопрос про зип. А есть обратная операция, которая позволяет набор из списков два элемента расклеить на два? Да, есть такая операция. И это очень забавно, но это тоже зип. Но, окей, тут нужно будет объяснить еще несколько штук. Давайте мы ответ на этот вопрос отложим. Через пару занятий обсудим поподробнее. Короткий ответ в некотором смысле зип обратен сам себе. Ну, давайте я сразу скажу, что, например, если у вас есть, если вы скармливаете зипу не один список, не пару списков, а несколько списков, то зип прекрасным образом и с ними справится. Ну, вот, например. Вот. Вот. Например, я скормил зипу три списка, и он мне сделал список из двух троек. Значит, выбирал первый элемент отсюда, первый элемент отсюда, первый элемент отсюда. Вот первая тройка. И то же самое в этом случае. Вот. Давайте еще вопросы про зип. Это получились у вас два списка из троек, а наоборот, три списка из двоек. Как-то это цифры можно задать? Ну, вот если бы у меня было бы, вот если бы я бы вот так вот скормил бы ему... Вот я говорю, он в некотором смысле взаимно обратен. Он как бы обратен сам себе. Видите, я из вот такой штуки я получил, наоборот, то, что у меня было изначально, ну, там, с точки зрения замены списков на кортеже. Можно задать вопрос, если в одном листе будут два элемента, а в другом только один? Да, вот это один вопрос, который я ждал. И тут зип ведет себя, честно говоря, с моей точки зрения, контринтуитивно, потому что... потому что я бы ожидал, что он в этом месте должен поругаться, но он просто выбирает самый короткий элемент. Выбирает самый короткий список. Лишний элемент просто отбрасывает. Видите, у меня здесь... Потому что получилось, нет никакого следа от вот этой буквы С. Я пару раз натыкался на проблему, связанную с тем, что я забывал вот в этом месте, что зип ведет себя именно таким образом. Он идет по самому короткому... по самому короткому списку. Вот. Хорошо. Значит, это зипы, это списки. Что бы еще вам такого показать веселенького? Значит, давайте покажу еще такую штуку. Смотрите. Значит, есть такая вещь. Вот помните, мы обсуждали, что есть такой распространенный способ, как создавать новые, допустим, новые списки, а именно можно их создавать... Где-то здесь был пример. Вот. Можно создавать сначала пустой список, потом проходиться по какому-то другому списку и как-то преобразовывать его элементы и записывать в этот новый список. Вот этот паттерн, который состоит в том, что вы применяете некоторую операцию к всем элементам данного списка и создаете из результатов новый список, он ужасно популярен, и в питоне есть для него некоторый специальный синтаксис. У этого синтаксиса есть какие-то разные русскоязычные названия, которые мне не нравятся, но я буду использовать англоязычное. Эта штука называется list comprehension. Иногда говорят генератор списков, но слово генератор имеет в питоне немножко другой смысл. Давайте я покажу, как это работает. Вот, смотрите, допустим, у меня есть список каких-то целых чисел. Допустим, integers. И, допустим, я хочу создать список их квадратов. Ну, вот стандартный способ это сделать вот такой. И он прекрасным образом работает. Ну, а как-то лениво каждый раз писать вот эти все штуки. Поэтому можно писать не так. Можно писать вот так, в одну строчку. Это будет то же самое. На самом деле, этот синтаксис вам в какой-то мере знаком, потому что это то, как мы часто в математической всякой записи мы обозначаем создание множеств из уже существующих множеств. Ну, например, можно было бы сказать, что S это есть возведение в квадрате, не так пишется. Вот такая запись у меня, я думаю, знакома. Вот это я сейчас объявил множество всех квадратов, всех натуральных чисел. И видно, что вот эта запись ужасно похожа на эту. Значит, я пишу, что вот эти квадратные скобки подсказывают нам, что я буду сейчас создавать список. Дальше я описываю, как устроен элемент этого списка. А именно они устроены так, что мы будем брать числа number в квадрате, где number будет пробегать значение из списка integers. И здесь написано то же самое. Ну, здесь объявлено бесконечное множество питона. Окей, питон умеет работать с бесконечными множествами, но это отдельная история. Пока что будем считать, что не умеет. Поэтому вместо всех натуральных чисел я написал только 1, 2, 3, 4, 5. Но видно, что он сработал так, как нужно. И видно, что вот эта строчка записывается короче, чем вот эта. И даже проще читаются. Здесь сразу понятно, что происходит. Сразу видно, что мы создаем некоторый список. Понятно, как мы его создаем. И вообще, это приятная штука. Плюс есть всякие расширения у этого list comprehension. Можно добавлять фильтрацию, можно делать всякие разные другие штуки. Мы про это поговорим чуть попозже. Вот. Давайте, давайте, чтобы было повеселее, давайте задам такую задачку. Смотрите, пусть у меня есть два списка, которые по смыслу будут обозначать два вектора, два инверных вектора. Вектор x и вектор y. и задача состоит в том, чтобы написать код, который создаст список с соответствующим вектором суммы векторов. то есть я хочу просто поэлементно сложить эти два вектора. Давайте, попробуйте это сделать. А я же правильно понимаю, что когда мы пишем то, что написано в 80-й строке, нам предварительно не нужно никак назначать название для каждого элемента списка. Питон сам поймет. Нет, в смысле, что такое название для каждого элемента списка? Вот у вас есть переменная и он понимает, что вы в некотором смысле объявляете переменные вот здесь. Вы говорите, что у вас в этот number будут складываться элементы из списка integers. Значит, никак специальным образом создавать ее не нужно. Окей, спасибо. Так, давайте сделайте это задание и пришлите мне в результат. в результат. Естественно, здесь у меня вектор четырехмерный, но, естественно, вашкод должен работать с векторами любого размера. Ну, одинаковый, конечно. отец. Продолжение следует... 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 И как бы у меня получился список, одним из элементов которого является сам этот список. Ну, вообще в компьютер-сайенс такое бывает. Элементы могут быть элементами самих себя, или может быть какая-то хитрая циклическая зависимость, когда один элемент содержит другой элемент, а тот, в свою очередь, содержит первый. Вот такое бывает. Иногда это полезно учитывать, когда вы проектируете какой-то алгоритм. В частности, очень хорошо, что разработчики Python об этом подумали, потому что если бы они написали бы очень простой алгоритм, который распечатывает список, ну, как, очень просто написать такой алгоритм, просто нужно распечатать каждый элемент. А каждый элемент можно распечатать с помощью той же функции. Если вы напишите такую функцию рекурсивную, то вот на таком списке она зациклится. Поэтому в Python функции распечатки есть специальный код, который проверяет, не зациклились ли мы. Не вышли ли мы в бесконечный цикл. Вот. Ну, хорошо. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Окей, тогда на сегодня все. Не забудьте, что у вас домашняя домашка с дедлайном, кажется, завтра. И до встречи завтра. Завтра еще один, извините. Можно задать вопрос? Да, значит, максимальный балл мы поправили. Он сейчас, по-моему, не помню какой, но вот какой сейчас на работе написан, такой и есть. Кажется, я его поправил. Да? А как вы делаете так, чтобы у вас выходила подсказка, чтобы система вам подсказывала, что можно вставить туда-то или туда-то? Смотрите, значит, здесь есть несколько вещей. Во-первых, если вы просто начинаете набирать какой-то код, вы можете нажать табуляцию, набираете какое-то название чего-нибудь. Нажимаете табуляцию, и дальше вам высвечивается то, как можно этот код продолжить. Если вы набираете название какой-нибудь функции, допустим, вот есть функция лист, тогда вы можете после этого нажать shift-tab, и вам выдадут подсказку, это краткая справка по этой функции. Но вот лист не очень интересная справка, а если была бы какая-нибудь более содержательная функция, которая что-то более веселое делает, то там могла бы быть вполне себе большая справка. Вот. Значит, и вроде бы это все. Может быть еще. А, вот еще что есть. Значит, если вы ставите точку, нажимаете таб, то вам высвечивают список всех методов, которые с этим объектом можно использовать. То есть автоматически нельзя включить, чтобы без нажатия таба? В Юпитер-ноутбуке, по-моему, нет. Но, мне кажется, это и разумно. То есть, если вы хотите подсказку, так нажмите таб, какие проблемы-то. Есть системы, в которых эта подсказка вылезает автоматически, например, в WarStudio она вылезает совсем автоматически. И, честно говоря, меня это немножко напрягает. Когда надо и когда не надо, он вылезает. Спасибо. Хорошо, еще вопросы? А вторая домашка сегодня появится или завтра после пары? Ну, что посмотрим. Если я сейчас посмотрю на что мы сегодня прошли, посмотрю, как. Может, выглядит вторая домашка, может, сейчас выложу. Спасибо. Окей. Ну что, все на сегодня. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...